Дети отдыхают. Вот сейчас просто учебный год начался, а там тут детей много всего. И вот мы боимся уже за детей. В садовом товариществе Березова появился нежелательный сосед. В одном из домов обосновалась некоммерческая организация с замысловатым названием Центр коррекции поведения «Маяк». В считанные дни особняк в 200 квадратных метров обнесли высоким забором с острыми шпилями. На окна поставили решетки. Мы просто не знаем, что это такое будет. Хотя предполагаю, самые такие нехорошие предположения, что здесь может быть. У вас это как-то соседство беспокоит? Естественно. Если же раньше мы были открытыми, у нас вороты, видите, какие, никогда не закрывались, то сейчас я собираюсь ставить забор тоже так, чтобы это было закрыто. И решетки будем ставить? И решетки будем ставить тоже так же. Потому что если это будет такой уровень, такой контингент, неизвестно, что дальше. Просим-просим разобраться на законность этого мероприятия. Все изменения в хозяйстве садового товарищества происходят при согласовании с председателем и членами правления. Ведь именно они отчитываются, вышестоящие органы, о количестве садоводов, о заброшенных участках и так далее. Здесь же все произошло моментально и неожиданно. Но ни одной бумаги, подтверждающей хоть какую-то законность действий неизвестных лиц на участке, людям не показывали. Есть федеральный закон о садоводческих товариществах, есть устав наш о садоводческих, для чего мы создали это товарищество в наших границах и чем мы должны здесь заниматься. Все. Другого здесь не дано. Здесь не должно быть ни центра, ни реабилитации, ни клубов, ни, как говорится, ничего не должно быть, никакой коммерческой деятельности. Нашей съемочной группе руководитель Маяка предоставил все документы на деятельность Центра коррекции поведения. В большой папке есть и договор аренды на данный садовый домик и участок. Но вопрос у садоводов иной. Они не сомневаются в законности Центра, но может ли он вести свою деятельность на садовом участке. Садовые товарищества создаются для чего? Для ведения садово-огороднической деятельности. В документе о приватизации у этого товарища написано назначение земель, сельхозназначение, землю сельхозназначение. Домики садовые, какие бы они ни были, даже такие скромные, предназначены для отдыха семьи, которая, поработав на участке, пришла отдохнуть. Сдача своей недвижимости в аренду, наверное, подразумевает уже деятельность предпринимательскую. Предпринимательская деятельность у нас каждому индивидууму здесь не разрешена. Мы можем только приехать поработать. Вот, допустим, они нам сейчас предоставят документы, что у них все в порядке, они белые, мягкие, пушистые. Давайте посмотрим законность всего вот этого. Насколько это законно сдать вот этот дом в аренду в долгосрочную? Кому ты сдаешь? С какой целью ты сдаешь? Сдать дом в аренду, значит, человек должен заплатить налоги какие-то. Представители Центра говорят, они прошли уже все инстанции и предоставили все необходимые сведения. Маяк якобы не оказывает медицинские услуги, а потому лицензии им не требуются. Здесь получают чисто консультации и поддержку. В данном здании располагается Центр коррекции поведения Маяк Балакова, который оказывает консультативную психологическую помощь людям, которые страдают от проблем употребления психоактивных веществ. У вас деятельность является медицинской? Нет, наша деятельность не медицинская. А у вас написано «Оказание медикаментозной помощи», это уже медицинская помощь? Это люди могут обращаться за помощью, мы их направляем в соответствующие органы, которые имеют на эту лицензию. Сколько площадь у вас здания? 203 квадратных метра. Сколько человек здесь? 16. Они прям проживают? Они временно здесь находятся на период прохождения курса. Это сколько по времени? Примерно у каждого по-разному? От 3 до 6 месяцев, да. То есть от 3 до 6 месяцев каждый из них здесь живет? Да, конечно. В самом центре оборудована зона для прогулок. Это длинный сад. Как рассказывает Алексей Тавкань, гуляют двумя группами в строго определенное время. «Наш старший смены консультант, пункт видео наблюдения, то есть что полностью происходит в доме, кто заходит, кто выходит, чем. То есть безопасность обеспечена полностью». Двухэтажные кровати, мотивирующие плакаты на стенах, доска с задачами, общая столовая. Это чем-то похоже на пионерский лагерь. Но для садоводов то, что происходит за забором, тайно покрытое мраком. И вот эта неизвестность пугает людей. Но руководство маяка говорит, жителям центра огласка не нужна. «Усиленный забор лишь для того, чтобы не создавался общественный резонанс. То есть люди, которые не ходили, не смотрели, дабы не вешать на тех людей, которые проходят у меня курс, клеймо. Наркоман, алкоголик – это люди не такие. Это люди, которые просто имеют склонность к употреблению, имеют психологические проблемы». «Вот эти люди, они у вас здесь что будут делать?» «Они проходят психологическую коррекцию». «То есть они будут все время, все эти 3-6 месяцев находиться в запертом пространстве?» «Нет, они выходят, гуляют, все есть. Но если вы этого не видите, значит, что этого нет. Мы свою программу разработали так, чтобы не доставлять никому неудобств». Кто в этой ситуации прав, а кто нет, разобраться поможет только суд. Члены СНТ уже собирают подписи и планируют обращаться в контролирующие органы. Но замалчивать проблему нельзя, ведь когда между соседями нет согласия, то жизнь может превратиться в настоящий ад.